И снова здравствуйте. Продолжаю искать, вернее, анализировать причины отсутствия искры внутри меня. И сегодня хотела бы поговорить о такой проблеме, как неудача в жизни художника и вообще, как ее воспринимать. Художникам свойственно очень воодушевляться своими идеями. Мы, например, готовы писать проекты, заполнять заявки, motivation letters, всякие art statement отправлять на open call и так далее. Нам кажется, что наша идея самая классная. Мы ее полностью детально описываем. Уже в голове у нас все это происходит. Ты отправляешь, ждешь, попутно еще что-то там дорабатывая, дофантазируя, а потом получаешь отказ. У меня с апреля по начало июля случилось четыре отказа. Два из них пришли по поданным проектам. Один проект касался такой мультимедийной интерактивной выставки, посвященной исчезающим видам животных. Второй проект был посвящен той же теме, но немножко переосмысленный. Это была мобильная выставка, более компактная и не такая, а масштабная. Причем второй проект я начала писать, чтобы не сходить с ума из-за отказа по первому. Но оба не были одобрены. Не знаю почему, я не буду сейчас углубляться в причины, возможные неприсуждения финансирования. Не в этом сейчас суть. Потом мне выпались на глаза два опен-колла. И я думала, вот, раз там он получил, значит здесь должно получиться. Один опен-колл касался резиденции Финляндии. И касался также эко-темы, поэтому я решила, что это вот оно. Мне надо обязательно туда написать. Второй опен-колл касался международной такой резиденции. Тема была, касалась города Александрии и переосмысления его истории в современном контексте. Он подразумевал путешествия по разным коронам мира. И там нужно было искать некие совпадения с историей Александрии, ну и так далее. Там тема такая очень широкая была. Я очень хотела туда попасть. Там подразумевалась Италия, Греция. Это меккие мозаики древние. У меня вообще пунктик. Если я еду в путешествие, я еду не просто так, а обязательно туда, где есть древние мозаики, чтобы увидеть. И я уже тоже, естественно, расфантазировалась. Но получилось снова отказом. Сказать, что я была расстроена, нет. Ничего не сказать. У меня была такая тупая реакция. Я не знаю, почему мне была такая. Какая-то мертвая реакция была. Наверное, потому что, ну, наверное, перебор все-таки. Могло хоть что-то мне из этого удастся. Но сейчас даже не об этом речь. Вот столько неудач подряд. Я задумалась, что вообще это значит. Если тебе постоянно приходят отказы. Притом, что все это, это лишь последние, да, последние три месяца. Различного рода неудачи уже сопутствуют мне довольно давно. Иногда перемежаются небольшими удачками, так называемые. Но в большинстве своем все наоборот. То есть не плюс, а минус. Я задумала, что такое неудача вообще. Это ступенька вверх, когда ты должен переступить. Усвоить этот опыт, эти ошибки, переработать их. Переступить через вот эту вот неудачу, через эту боль и идти дальше. Или за второй момент, когда тебе уже весь мир кричит. Хватит, не лезь туда, это не твое. Ты смотри, у тебя ничего не получается уже сколько раз подряд. Вон у других там, если кто-то что-то задумывает. Сразу все идет. А у тебя не идет. Ну, значит, хватит уже. И ты начнешь думать. Метаться между двумя вот этими вот. Что для тебя это? Знак от Вселенной, что хватит? Или все-таки это очередная проверка на выносливость? На веру в свое дело? Или это вообще какой-то оптимистический кретинизм, когда ты... Ну, в принципе, вообще-то первый вариант тогда. Когда ты просто тебя тыкают носом, а ты не понимаешь. Вот для вас это что? Неудача. Это уровень вверх? Или это знак, что хватит? Это очень важно. Я вас очень прошу. Поделитесь своим мнением. Потому что я, например, так и не определилась сейчас. Последний отказ мне пришел в конце июня. Ой, нет, вру. В начале июля, да. И вот я так сейчас в непонятках. Что же делать дальше? Время получать. Спасибо. Нет. Здравствуйте.